Подземные базы и новый мировой порядок. Лекции Фила Шнайдера в постфолсе штата Айдахова, 8 марта 1995 года. Именно из-за давления ужасных структур федерального правительства, от которых я напрямую чувствовал угрозу, я никому не рассказывал об этих материалах. Насколько мне хватит времени заниматься этим, можно только догадаться. Тем не менее, хотел бы отметить, что эту беседу следует разбить на четыре основные темы. Каждая из этих тем повлияет определенным образом на вас, на людей. Являетесь ли вы патриотами своей Родины или нет? Хочу, чтобы вы знали, что Соединенные Штаты – замечательное место, и живут замечательные люди. Я объездил более чем 70 стран, и не могу припомнить такой страны, которая обладала бы такой красотой. Также таким замечательным народом, как в Соединенных Штатах. Расскажу вкратце о себе. Я поступил в инженерное училище и закончил его. Половина моей школы была занята в этой отрасли. Я создал себе репутацию как инженер-геолог, а также как инженер-строитель военной и аэрокосмической промышленности. Я помогал в создании двух подземных баз в Соединенных Штатах, которые имеют определенное значение для тех, кого называют устроителями нового мирового порядка. Первая база располагалась в Дульсе, штат Нью-Мексико. Я участвовал в 1979 году в перестрелке с инопланетными гуманоидами и был одним из немногих, кто остался в живых. Я, вероятно, единственный, оставшийся в живых, не побоявшийся говорить, сидитель, которого вы когда-либо видели. Два других выживших находятся под пристальным надзором охраны, один из них живет в Канаде. Я остался один, который знает все подробности той операции. 66 агентов спецслужб, ФБР, Черный Берет и так далее погибли в той перестрелке. Я тоже был там. В первой части то, о чем я вам расскажу, может шокировать вас. В этой части, которую я собираюсь вам рассказать, возможно, покажется вам совершенно невероятным. Однако, вместо того, чтобы сказать вам, верьте мне, я хочу попросить вас, отнеситесь к сказанному скептически. Но, пожалуйста, не стесняйтесь выполнять свою домашнюю работу, рассказывать об услышанном остальным. Я знаю, что в законе о свободе информации мало толку, чтобы быть предельно откровием, но это лучше, что у нас есть. Местная библиотека посуды за кодов – хорошее место для поиска записей и заседаний конгресса. Таким образом, если человек продолжает выполнять свою домашнюю работу, то можно внимательно следить за тем, что творится в их стране. Первая часть – подземные военные базы и черный бюджет. Я люблю свою страну, в которой живу больше жизни, но я не стоял бы сейчас перед вами, рискуя своей жизнью, если бы не верил в то, как все это было. Первая часть этой беседы будет касаться сооруженных глубоко под землей военных баз и черного бюджета. В первую очередь хочу подчеркнуть, что черный бюджет – это скрываемый от народа бюджет, который отнимает 25% валового национального продукта Соединенных Штатов. Черный бюджет в настоящее время съедает более 1,25 трлн долларов в год. По крайней мере, такие суммы тратятся на черных программах на тех, кто занимается подземными военными базами. В настоящее время существует 129 подземных баз в Соединенных Штатах. Они строили эти 129 баз днем и ночью, не переставая, начиная с 1940-х годов. Некоторые из них были построены еще раньше. Эти базы в основном связаны с крупными городами. Эти базы в основном связаны с крупными городами, подземными, высокоскоростными, монорельсовыми поездами на магнитной подушке, которые развивают скорость в два раза превышающей число маха. Было написано несколько книг об их деятельности. У Элли Беллика имеется единственная копия одной из этих книг. Кто-нибудь слышал об Элли Беллике? Вы слышали? Хорошо. Ричард Саудер, доктор наук, архитектор, рисковал своей жизнью, рассказывая об этих базах. Он работал со многими государственными учреждениями на военных базах, базах, расположенных глубоко под землей. 129 этих баз расположены на территории Соединенных Штатов. Они раскиданы повсюду, даже здесь в Ашамайдахо расположено 11 из них. Средняя глубина этих баз более одной мили. Эти базы похожи на целые подземные города. Все они имеют размер от 2,66 до 4,25 кубических километров. В них имеются лазерные боровые устройства, которые могут бурить туннель со скоростью 7 миль в день. Черные секретные проекты являются незаконными и созданы, чтобы обойти власти Конгресса. Прямо сейчас новый мировый порядок очень рассчитывает на эти базы. Если бы я знал в то время, что работаю на них, что к ним причастие нового мирового порядка, я бы никогда не участвовал бы в этих проектах. Мы мне повсюду лугали. Развитие военные технологии, участие немецких специалистов в разработках современных технологий, не только в принципе. Это если рассматривать на развитие секретных технологий, то каждый календарный год, проживаемый нами, военные технологии продвигаются в 44,5 года вперед. Именно поэтому, легко понять, что еще в 43-м году они были в состоянии создать путем использования технологии вакуумные трубки корабли, которые способны буквально исчезать в одном месте и появляться в другом. Мой отец, Оскар Шнайдер, сложился по обе стороны баррикад во время войны. Он поначалу являлся капитаном подводной лодки, был взят в плен и переправлен в Соединенные Штаты. Он был связан с решением таких проблем, как атомная и водородная бомба с Велодихвистским проектом. Он изобрал высокоскоростные камеры, которые снимали первоядерные испытания на острове Бикини 12 июля 1946 года. У меня имеются оригинальные фотографии этих испытаний. И на этих фотографиях также изображены НЛО, спасающие на высокой скорости от бомб с места испытаний. Он с Рубикини в то время был заражен радиоактивностью, особенно под водой, и пострадали многие местные жители со своими животными. Они были изуродованы различными мутациями. В то время генерал Мак-Артур считал, что следующей войной будет война с пришельцами из других миров. Так или иначе, мой отец заложил вместе с теоретиками основы филадельфическая, а также других проектов. Какое это имеет отношение ко мне? Никакого, кроме того, обстоятельства, что он был моим отцом. Он никогда не рассказывал у меня о своей секретной работе. Я не согласен с тем, что он делал на той стороне баррикад служа нацистам. Полагаю, что он имел достаточно мужества перейти на сторону бывшего противника. Он ненавидел режим в Германии. За его голову предлагалось вознаграждение миллион долларов золотом. Очевидно, попытки убить его не увенчались успехом. Но вернемся к нашей теме. Теме подземных баз. Бой на жульце. И вопрос номер один. Почему мы имеем дело с пришельцами? Никто не знает правды. Не имеет понятия, что творят пришельцы в космическом пространстве. Я ношу особую бейсболку. На ней имеется особый символ. Там записаны особые слова. Так или иначе, на этой необычной базе находилось 117 пришельцев. К настоящему времени она закрыта. Там никого нет. Все оборудование вывезено оттуда в районы аэродрома. В первую очередь хочу рассказать о секретном заговоре пришельцев. Еще в 1954 году администрация Эйзенхауэра, федеральное правительство, решила в обход Конституции Соединенных Штатов состряпать договор с инопланетными существами. Он был подписан в 1954 году и назван Гриадским соглашением, которое в основном заключается в том, что пришельцам позволено забирать себе, якобы, так сказать, несколько коров и проверять свои методы имплантации на нескольких человеческих существах. Но что они должны были со своей стороны давать информации об исследуемых людях? Постепенно нарушая договор, инопланетяне решили вовсе его не соблюдать. Хочется и упомянуть бойню на подземной базе в Дульче в 1979 году, штат Нью-Мексико, когда совершенно случайно возникла перестрелка. Я участвовал в создании дополнительных углублений под землей на военной базе в Дульче, которая, вероятно, была самой глубокой из всех баз. Она идет вниз на 7 уровней и более 2,5 милей в глубину. Именно в это время мы пробурили 4 различных выхода в пустыне и собирались соединить их все вместе и одновременно расширить путем взрывных работ имеющейся подземной камеры. Я должен был спуститься вниз по прорытому шурху и проверить образцы горных пород. И дать рекомендации, какие взрывные устройства использовать для имеющейся там породы. Меня повели вниз по прорытому шурху и там мы обнаружили большую пещеру, которая к огромному нашему изымлению кишила неземными пришельцами, известными как большие серые. Мы попали туда совершенно случайно. Я выстрелил двоих из них и убил их, после чего пришельцы успели перезарядить свои лазерные барбекюшницы и пушки и открыли по нам огонь. Так или иначе, я пристрелил две твари. Там находилось еще несколько групп людей, их было человек тридцать. Еще около тридцать прибежали позже, после начала перестрелки. И все, почти все они были убиты. Мы были поражены, обнаружив целую подземную базу пришельцев. Позже мы узнали, что они жили на нашей планете в течение длительного времени, возможно миллионы лет. Это могло бы объяснить много из того, что стоит за теорией о древних астронавтах. Так или иначе, я получил ранение в грудь из оружия, которое находилось на их теле, имело форму окна. Они продырявили меня своим оружием, и я получил изрядную дозу кабальтового излучения, из-за которого я заболел раком. Вторая часть моей лекции рассказывает о том, откуда это все взялось. Интерес к НЛО возник после окончания Второй мировой войны. Полагаю, после испытаний взрывов атомных бомб, которые заинтересовали пришельцам. неинтересно узнать, сколько слушателей из аудитории слышали о крушении НЛО в розовеле в Нью-Мексико. В 1947 году произошло крушение крупного НЛО в розовеле. Там было несколько видов пришельцев. Один вроде выжил, остальные 37 погибли. И неизвестны все подробности того инцидента. Так или иначе, у меня здесь на столе имеется несколько кусочков образцов из остатков того НЛО. Друг моего отца участвовал в исследованиях обломков того упавшего НЛО. Он подарил мне несколько кусочков из того объекта, когда я был еще довольно юн. И я попросил его подарить мне несколько образцов того НЛО. Он был против, но отец уговорил своего друга. С тех пор я собираю коллекцию инопланетных и редкоземельных образцов. Это совсем другая история. Раньше меня не интересовали НЛО и прочие наземные технологии, пока я не начал работать в пресловутой зоне 51, расположенной к северу от Лас-Вегаса. Я потом примерно два года поправлялся после происшедшего в 79 году инцидента и вернулся на работу в компанию Моррисон и Хадсон, AG&G и так далее, которые разрабатывали конструкции для подземных баз. В зоне 51 они испытывали различные виды необычных космических кораблей. Сколько людей в зале знает историю Боба Лазера? Он был физиком, работал в зоне 51, пытаясь разгадать, по какому принципу двигаются некоторые из этих кораблей. Он был создаств Daisy 51 trying to decipher what was the neural wave rate of the propulsion factor of these alien spacecraft and any other type of aircraft. There is the most other thing I want to talk to you about than Теперь я очень озабочен деятельностью федерального правительства. Они обманывают население, блокируют деятельность сенаторов и отказываются говорить правду касательно вопросов о прищельцах. Я могу продолжить перечисление их незаконной деятельности. Могу заявить вам, что я очень обеспокоен. Я знаю их структуру, как они действуют, очень обеспокоен. Я знал кое-кого, кто жил неподалеку от меня в Портленде, штат Орегон. Он работал в компании по производству стали, где собирает вагоны. Я знал этого человека более 30 лет, и он был обычным тихоней. Он пришел ко мне однажды, возбужденный, и заявил мне, что они строят железнодорожные составы. Он очень нервничал в компании, где он работал, полосу подрядчиком на заказы федерального правительства по строительству 170 200 железнодорожных вагонов стандартной длины и 143 пары якорных степей для каждого вагона. В этом гигантском проекте участвовало 11 компаний, субподрядчиков. Предположительно, Андерсон получила более 2 миллиардов долларов за контракт. Та же участвовали в подрядах таких компаний, как Гиффлем Стилл и другие старлилитейные предприятия. Он показал мне один из вагонов в депо в Северном Портленде. Он оказался прав. Если помножить 107 200 на 143, еще на 11, то получим примерно 11 миллионов. Вероятно, таковое количество людей, которые не могут быть несогласными с федеральным правительством. Они более не могут голосовать из своих засекреченных офисов. Это совсем демократия. Наше правительство своей структурой технократичной, а не демократичной. Это является одной из форм феодализма. Это люди без Бога. Она ничего не имеет с Республикой Соединенных Штатов. Эти люди не верят в Бога и протолкнулись к законодательству, запрещающей молитвы в государственных школах. Вас могут оштрафовать до 100 тысяч долларов, дать 2 года тюрьмы за молитву в школе. Я считаю, что мы заслужили большего. Что мы можем бороться за лучшее. Так же считаю, что федеральное правительство разыгрывает гамбит на порабощение американского народа. Я очень люблю свое государство. И не хочу, чтобы мой народ поработили. Я не очень хороший оратор, но я буду продолжать говорить. Пока не выстрелит в рот, пока кто-то не пристрелит меня. Потому что это совершенно необходимо. Говорить с группой подобного сиябы в зверствах. Меется и другие проблемы. У меня есть несколько интересных цифр за 1993 год. В настоящее время имеется 29 прототипов самолетов «Стеллф». Бюджет на пятилетний план для их создания обойдется Конгрессу СШАу 245 миллионов 600 тысяч долларов. Эта сумма недостаточна для закупки и запчастей для этих программ. Таким образом, нам лгали. Черный бюджет обходится нам примерно 1,3 триллиона долларов каждые два года. 1,000 миллионов.